Здравствуйте! Вы смотрите новости на 6-м канале, в студии Анны Ершова. Сегодня в выпуске. Брифинг с представителями СМИ в Гурландской городской администрации. Первое вручение сертификатов ДНР в городском центре занятости. На брифинге с представителями городских СМИ, который состоялся вчера, 4 марта, присутствовала и начальник пенсионного фонда Центрального городского района Галина Краснолуцкая, которая подробно ответила на все поставленные ей вопросы, касающиеся социальных выплат пенсионерам и инвалидам. Мы сверяли состояние фактических документов человека паспорта, идентификационного кода, наличие пенсионного удостоверения, прописки, адреса фактического проживания. Это была сверка баз, то есть с той базы, которая фактически сохранилась у нас после Пенсионного фонда Украины. Инвентаризация никоим образом не отражается на получении талонов на социальные выплаты. По согласному указу главы ДНР, социальные выплаты не для всех пенсионеров, которые остались на этой территории, а только для тех, которые остались на сегодняшний день у нас стоять на учете. То есть пенсионеры, которые оформили переселение, выехали за пределы города Горловки, они стоят на учете на Украине, либо они проживают в Израиле, Канаде, США, России, Белоруссии. Этим пенсионерам не положена выплата социальной помощи. Кроме того, Пенсионный фонд ДНР попытались связаться с Украиной, произвести обмены по вопросу переселенцев. И не все области Украины отозвались на просьбу Пенсионного фонда ДНР. В результате, когда формировались списки для получения социальной материальной помощи, оказалось, что в списке включены так называемые двойники. Это у нас своя терминология. То есть часть людей, несмотря на то, что они оформили переселение на Украине, они все-таки попали в эти списки. Что касается возмещения этих сумм. Эти суммы возмещаются, вопрос о возмещении этих переплат социальной материальной помощи никто не поднимает. То есть, ну так сложилось, что списки не совсем достоверные. Значит, так сложилось. Но, согласно указу, социальная материальная помощь положена только пенсионерам, которые стали стоять у нас на учете. То есть пенсионерам ДНР. Что касается очередей. Да, действительно, значит, по объективным причинам в Калининском Никитовском районе, в связи с тем, что Никитовский пенсионный фонд длительное время не работал на своей территории, на Бессарабке, и пришлось объединить, значит, одно место приема пенсионеров, это в Калининском пенсионном фонде, а потом уже дополнительно выбрали дворец культуры «Шахты Комсомолец». Вот. Но в связи с этим действительно были очереди на получение талонов. В Центрально-городском районе с полной ответственностью могу сказать, очень сложно была первая неделя по выдаче талонов на получение материальной социальной помощи. Это 17 декабря, вот ровно там 7 дней были сложные. На сегодняшний день за неделю обращается не более 140 человек. То есть эти лица, которые подъезжают в город, возвращаются, и которые действительно в списках числятся, либо те лица, которые в связи с боевыми действиями в городе, бомбежки, сложная ситуация, просто боялись посетить пенсионный фонд, и сейчас вот они идут. Выплата социальной помощи за декабрь не прекращена. Любые лица, которые не получили эту сумму, могут до сих пор обращаться в банки и получать эту тысячу гривен. Значит, тысяча гривен положена, еще раз повторюсь, только тем пенсионерам, это согласно указу, которые стоят на учете как пенсионеры в Донецкой Народной Республике. Остальным она не положена. И еще раз повторюсь, что не стоит вопрос о возмещении этой суммы двойниками, которые задвоились, чтобы люди не волновались. Значит, несколько указов вышло о получении социальной помощи. Один из них, который с декабря, с 17 числа осуществляется на территории города, это указ для пенсионеров, которые получают выплаты по возрасту, и пенсионеры-инвалиды первой, второй, третьей группы. Для всех этих категорий сумма 1000 гривен, для третьей группы 900. Значит, банки продолжают выплату, а почты, они в два транша производили выплату. По 31 декабря сдали отчет, выявили, сколько процентов не выплачено, и мы, пенсионный фонд, рассматривали причины невыплаты. В результате был сформирован дополнительный список, и банки в течение недели доносили в феврале месяце вот эти суммы. На сегодняшний день осталось из числа претендентов на получение 1000 гривен инвалидов первой, второй, третьей группы всего 10%. Причины здесь разные. То ли люди не поменяли место жительства официально и продолжали в пенсионном фонде числиться не в том управлении, где они фактически живут, то ли они на сегодняшний день просто выехали, покинули территорию. Что сделал пенсионный фонд ДНР и Министерство финансов? Мы эти списки загрузили в банк. То есть человек в любой момент, когда он вернется или сможет по состоянию здоровья выходить из своего дома, он сможет получить эти суммы, недополученные на почте, значит, может получить их в банке. Также те лица, по которым были зачислены суммы 1000 гривен, пенсионеры по возрасту, они также могут продолжать идти получать свою декабрьскую сумму. Значит, январская социальная помощь еще не загружена, но она будет, мы ее ожидаем. И выплата ее будет производиться по тем же спискам, которые были сформированы. Единственная разница, здесь уже будет выплатная дата установлена. И в банках надо будет не получать талоны в пенсионном фонде, а по выплатной дате, которая была, эта дата сохраняется, такая же, которая была в старые времена у человека получения пенсии, он по этой дате сможет обратиться в банк за получением. То есть банк будет каждый день объявлять сегодня 4 число, завтра 5, ну, устанавливает даты. Что касается почтальона, почтальоны будут вынашивать инвалидам по своим возможностям. То есть там даты, выплаты сохраняться не будет. То есть есть возможность почтальону сегодня попасть на этот адресат. То есть там будет разработана шахматка по разноске, по адресам. Значит, и есть еще также указ, который вступил в силу. Это 51 указ главы Донецкой Народной Республики. В него попали уже пенсионеры по потере кормильца. Если вы помните, в октябре месяце мы уже одну выплату производили, управление труда нам помогали в этом. То сейчас уже пенсионный фонд сформировал по шифрам эту выплату ведомостей. И эти пенсии, вернее не пенсии, а социальная помощь, загружены непосредственно только в банк. Почтальоны разносить по потере кормильца социальную помощь не будут. Сумма по потере кормильца 900 гривен. С конца февраля, март месяца эта выплата уже производится. Значит, для получения этой материальной помощи нужно обязательно получить талон в пенсионном фонде. Потому что мы в списке выверяем, смотрим и сразу удаляем все ошибки, чтобы в последующем можно было более чисто производить эту выплату. Алина Николаевна, скажите, как инвалидам первой группы, если по потере кормильца? Значит, не предусмотрены на сегодня только загружены только в банк эти суммы. Но нам разрешили принимать заявления от пенсионеров и переводить их на почты. Но это очень длительная процедура. Дело в том, что пенсионный фонд выступает в качестве посредника. Значит, мы принимаем такие заявления, причем прием ведется заявление каждый день. И когда к нам поступает команда, значит, мы эти сформированные списки дополнительные отправляем в область, в Донецкую Народную Республику, в пенсионный фонд. И потом, после отработки, они уже попадают в Министерство финансов. Так вот, по поводу длительной обработки. Значит, за период с декабря по сегодняшний день у нас только четыре раза взяли сформированные списки. Даты отправки этих списков были 20 декабря, 5 января, 27 января и 18 февраля. Представляете, с каким это большим разрывом они забираются. И вот на почту, почта отработала только 20 декабря и 5 января. Остальные списки дополнительные по отработке этих заявлений на почту пока не поступали. То есть, когда они туда поступят, мы не знаем. Хотя заявление мы продолжаем брать. Поэтому мы получили команду, все-таки по возможности, если человек может ходить и сам дойти в банк, получить материальную социальную помощь, пусть все-таки получат в банке. При этом они нам пишут заявление, мы его принимаем, чтобы в последующем дальнейшие выплаты производить через почту. То есть, вот такая стоит установочка. Если вы пенсионеры, вы интересуете, а на полчане могут, если они снимутся с учета с Украины, поскольку они хотят все вернуться обратно, и сможете вы их зарегистрировать здесь? Да, я расскажу сейчас этот вопрос. Если позволите, я по пенсионерам МВД два слова буквально скажу, потому что сейчас в банке производят еще социальную помощь пенсионерам МВД, пенсионерам военнослужащим и пенсионерам, приравненным к участникам боевых действий. Значит, эти выплаты проводятся тоже только через банк, их нет на почтовом отделении. И здесь такая же ситуация, как вот по инвалидам, по СПК первой, второй, третьей группы. Значит, мы можем принять эти заявления и передать их на область, но отработка будет очень длительная. Это я вот просто закончила первую тему. Что касается возврата людей и постановки их на учет. Много людей вернулось в город, значит, проблем нет. Постановка на учет в пенсионном фонде, она такая же, как и производилась на Украине, когда они оформляли переселение. То есть, нужно с собой взять оригиналы и копии паспорта, идентификационного кода и пенсионного удостоверения. Приходит по месту жительства пенсионный фонд и пишут заявление о постановке на учет. Но здесь, я сейчас все расскажу, но мы людей предупреждаем, что здесь они становятся, так сказать, только появляются у нас в списках на материальную помощь, так как выплата пенсий не производится на сегодняшний момент. И пенсионный фонд, то есть мы сами уведомляем ту сторону, это пенсионные фонды Украины, о том, что мы поставили на учет сюда человека. Раз мы уведомили, то на Украине они в обязательном порядке будут сняты с учета и выплата пенсий им прекратится. На сегодняшний день очень много людей обращается для постановки на учет. Вызвано это той причиной, что в феврале месяце некоторые пенсионеры уже не получили на Украине пенсию. И пошел вслух, что Украина перестала платить эти суммы. На самом деле здесь нужно выяснять лицам, которые пытаются стать у нас на учет, выяснить причину неполучения этой пенсии. Дело в том, что там существует несколько причин. Я хочу их озвучить, чтобы люди знали и не делали поспешных выводов. Значит, первая причина – это то, что они не оформили переселение. Здесь однозначно, если человек не будет оформлять переселение, он должен стать у нас на учет, и мы будем выплачивать ему материальную помощь. Но есть лица, которые оформили переселение, а пенсию не получили февральскую. Здесь две причины. Первая причина – либо истек 6-месячный срок оформления переселения, то есть он действует всего согласно закону 6 месяцев, и нужно продлять. То есть надо выехать на ту территорию и продление сделать. Либо вторая причина – они переселение оформили в декабре, и, естественно, пока сделан запрос пенсионного дела электронного, пока он обрабатывался на февральские списки, люди просто не попали, и они попадут на мартовские списки. То есть человек должен сделать для себя вывод, он остается регулярно получать пенсию на территории Украины, или он все-таки становится у нас на учет, и мы становим его на выплату материальной помощи со следующего месяца. Что это значит? Если сейчас в марте они стали на учет, то они попадут в апрельскую выплату социальной помощи. То есть не в апреле, а апрельская. Я повторюсь, что мы на сегодня платим только в декабре, январь еще не загружен. То есть социальная помощь, она идет с опозданием. Если будет все благополучно, оно выровняется, и пенсионный фонд на сегодня готовится все-таки к пенсионным выплатам. То есть мы готовимся к этому, мы постоянно штудируем свою базу и чистим ее. Все упирается только в сбор средств, как раз к вашему вопросу, который вы задали первый. Значит, сбор средств на сегодня пенсионный фонд не производит. Еще не определено законодательно, что это будет. Единый социальный взнос, или это будет страховка какая-то. Но проблема даже не в самом законодательстве. Почему? Потому что проекты есть, рассмотрение Минюстом проходит. А проблема в наших плательщиках. То есть нужно, чтобы город осознал, что социальные выплаты начнутся только тогда регулярно и без нарушений сроков. Когда зарегистрируются наши все коммерческие предприятия, частные предприниматели. Когда начнут платить налоги регулярно. То есть надо, чтобы процесс пошел. Пойдет процесс от нас, от работающих, это все зависит. Значит, пойдут и социальные выплаты, в том числе и пенсии. То есть мы все, как говорится, в одной упряжке. Все взаимосвязано. Это экономика. Будут налоги, будут пенсии. А на сегодня это пока социальная, материальная помощь. Значит, хотелось еще обратить внимание на один указ, который вышел, принятый главой Донецкой Народной Республики. Это указ 59 от 20 февраля. Все мы знаем, что наша республика готовится отметить 70-летие победы в Великой Отечественной войне. И, значит, согласно этого указа, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам 1-й, 2-й, 3-й группы будет произведена одноразовая материальная помощь. Суммы достаточно приличные. Для инвалидов 1-й группы это сумма 2575 гривен. Для инвалидов 3-й группы 2250 гривен. Инвалидам 3-й группы это 2020 гривен. Кроме того, этим указом предусмотрены выплаты участникам боевых действий, инвалидам, которые приравнены к инвалидам войны, инвалидам боевых действий 1-й, 2-й, 3-й группы, членам семей, у которых погибли участники боевых действий, у которых уже умерли и ушли из жизни узники, которые были угнаны на территорию фашистской Германии и другие западные страны. И также непосредственно сами узники живущие. То есть это будет разовая выплата к 9 мая. Она будет произведена тоже. Списки пенсионный фонд уже сформировал. Остается только, как говорится, дождаться, когда эта выплата будет производиться через банк. Но опять-таки через банк. Вопрос выплаты этим людям, эти люди преклонного возраста, через почту еще рассматривается. То есть мы объявим об этом дополнительно. И еще есть одна новость для пенсионеров, которые получают пенсию на территории Украины. Значит, у нас многие предприятия прекратили свою деятельность в свое время, и люди были уволены, работающие пенсионеры, а их очень много, 10% от общей численности пенсионеров города. Они были уволены, у них есть запись трудовой книжки, что они уволены. Так вот, Украина приняла изменения в законодательство пенсионное. И у людей, которые будут числиться в пенсионных делах работающими, будет производиться недоплата в 16% от размера пенсии. То есть, если есть возможность, пусть люди копии, ксерокопии трудовых книжек сделают и отправят в пенсионные фонды, где они стоят там на учете, чтобы размер пенсии, которые они законно заработали, имеют право получать на территории Украины, чтобы они их там получали в полном размере. Ну, если есть вопросы, я... Галина Николаевна, а что с теми людьми, которые... Вот, и ноябрь, декабрь, январь, февраль, не отчисление пенсионный фонд? Как это будет? Значит, по вопросу отчислений, сбор средств на сегодня не производится. Законодательство по учету вот этого периода стажа, это все работающие, мы с вами работаем, на сегодня нет. Я думаю, что как только пенсионное законодательство уже будет окончательно принято, этот вопрос будет рассмотрен. Почему? Потому что у нас военное положение, и для военного положения, для военного периода этого обязательно будет какой-то нюанс и принято решение. На сегодня такой информации нет. Но все реально понимают о том, что в такой сложной ситуации стаж должен идти. Заявления, которые приняты были на назначение пенсии еще до июля месяца, скажем так, до 14 июля. Значит, многие люди эти заявления забрали, и мы их передали на территорию Украины, они оформили себе переселение. Те лица, которые остались у нас, и по сегодняшний день продолжают к нам обращаться за назначением в связи с достижением возраста, все эти пенсии отработаны, не пенсии, а заявления отработаны, причем в 10-дневный срок. Мы сроки отработки не нарушаем. Но эти лица нового назначения, они попадут в дополнительные списки для получения социальной и материальной помощи. На сегодняшний день по ним эти списки еще сюда назад не вернулись. Но в область они отправляются каждое 25 число каждого месяца. То есть по ним будет выплачиваться здесь материальная помощь. Пенсии за вот этот период не будет, потому что пенсии пока нет. Но материальную помощь они будут. Мы ожидаем их в марте месяце. Значит, и здесь еще один нюанс, может быть, некоторые граждане города не знают. Значит, с 1 января у нас в законодательстве, пенсионном, у нас же продолжает действовать здесь украинская, как бы, закон об общееобязательном пенсионном страховании. Так вот, маленький нюанс для женщин. Значит, мы назначаем женщинам пенсию по возрасту в 55 лет. Право по снижению возраста пойти на пенсию. Предприятия имеют право давать нам эти справочки. Вот. И мы начисляем и тоже включаем людей для начисления пенсии. Значит, очень много приходит справок МСЭК. И очень много вопросов со справками МСЭК. Значит, если это первичное назначение, то мы с людьми связываемся, и они нам предоставляют пакет документов. Мы их точно так, как при новом назначении, ставим на учет, на выплату материальной помощи. Но многие, значит, просят, дайте нам экземпляр пенсионного фонда МСЭКовской справочки для того, чтобы выехать на Украину и назначить пенсию. Значит, здесь обращаю внимание на два нюанса. Если МСЭК прошли до 1 декабря, вопросов нет у нас. Мы выдадим эту справку на территорию Украины, эта справочка будет действовать. Единственное, если люди обращаются сейчас, и три месяца уже истекло с момента получения этой справочки, то право на пенсию на территории Украины у них наступит с момента подачи заявления. То есть они никогда не смогут получить недополученную пенсию с сентября, октября, ноября, потому что истекло три месяца. Только с момента подачи заявления. Что касается МСЭК, которые проходили уже с 1 декабря, если вы помните, был документ официальный Порошенко о том, что с 1 декабря на этой территории государственные учреждения как бы вывезены, не существуют. Поэтому справки МСЭК, которые у нас оформлены декабрьские, на территории Украины уже не действуют. То есть это наши пенсионеры, и никуда эти справочки мы им отдавать не будем. Они должны оставаться, эти люди у нас на учете, и мы их отрабатываем, включаем, опять-таки, в получение материальной помощи. Как только выплата пенсии начнется, они будут получать уже как пенсию. То есть есть вот такие моменты. 5 марта наша съемочная группа посетила городской центр занятости. После прохождения семинаров по теме основ компьютерной грамотности происходило первое вручение сертификатов ДНР. Директор Горловского городского центра занятости Надежда Севастьянова рассказала нам о работе центра на сегодняшний день. Сегодня окончены семинарские занятия по операторам компьютерного набора. На данном этапе, я думаю, люди, которые получили определенный опыт и навыки в работе, будут в дальнейшем их использовать. Также произошло вручение лицам сертификатов. Мы также собираемся открыть курсы по бизнес-планированию. Также еще будет младшая медицинская сестра. Также производится сбор вакансий. И мы создаем единую базу по сбору о наличии свободных рабочих мест. Помогаем также предприятиям в подборе кадров. На данный момент у нас уже зарегистрировано 295 предприятий, которые зарегистрированы в ДНР, предоставили свои свидетельства о регистрации. На данный момент у нас уже 225 вакансий, как врачи, учителя, также рабочие профессии. На данный момент зарегистрировано около 500 человек, которые ищут работу и готовы воспользоваться услугами центра занятости. Наш выпуск подошел к концу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова